Место сбора – объединенный военный комиссариат на Союзной улице. Место назначения – объединенная техническая школа Ростона-Баковки. Одинцовские школьники на день открытых дверей учебного заведения, выполняющего заказ Министерства обороны по подготовке военных водителей, отправились без тревоги, которая сопровождала их раньше при любом упоминании о военкомате и с интересом. По приезду, по строению и приветственные слова руководители школы. Мы покажем элементы обучения, теоретического курса, практического вождения и, соответственно, расскажем все, чем мы занимаемся, ответим на все их вопросы. У молодых людей, я думаю, они должны появиться по ходу нашей сегодняшней встречи. И представители военного комиссариата расскажут все аспекты, связанные с дальнейшей службой, с призывом и прохождением службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. На день открытых дверей Объединенной технической школы в первую очередь приглашали тех, кому скоро предстоит отдать долг Родине. Тем, кто служить не спешит, но профессии водителя интересуются, тоже были рады. Знакомство с учебным заведением началось с экзаменационной площадки. Разворот в ограниченном проезде, змейка, заезд задним входом в гараж, трогание на подъеме. Эти элементы одинаковые как для обучения на легковых автомобилях, так и на грузовых автомобилях. После осмотра площадки юноши пригласили в учебный класс, где подробно рассказали, как стать учеником, каким образом проходит обучение и сколько длится. Для того, чтобы стать военным водителем, ребятам надо прийти в военный комиссариат, выделение призыва, получить направление, ну и потом, я полагаю, с января месяца мы будем с ними встречаться уже в стенах школы. В том, что специальность водитель юношей заинтересует специалист учебного заведения, не сомневаются. После обучения в объединенной технической школе по направлению военного комиссариата служить будет легче. Не только легче, это интересно, это у многих жизнь формируется именно в этот период, они связывают свою дальнейшую судьбу с профессией водителя, не только военного, естественно, транспорта. А потом они приходят, работают и в нашем автотранспортном предприятии города Одинцова, и переводят народно-хозяйственные грузы. Да и просто это жизненное удобство, это престиж. Уже в следующем году руководство Объединенной технической школы планирует увеличить количество обучаемых по направлению военкомата и число специальностей. И может быть, к следующему приезду юношей до призывного возраста немного изменится и программа самого мероприятия. По просьбе школьников в ней могут появиться стрельбы в тире. Евгения Августина, Дмитрий Цыбылевский, телекомпания Одинцова.